На самом деле, если уж мы начнем реально говорить про историю жизни на Земле, то уже в первые минуты обсуждения поймем, что история жизни на этой планете, вся история, это история катастроф планетарного масштаба. Так же, как и история человечества, это история по нарастающей все более кровавых и обширных войн. Катастрофы, если уж на то пошло, постоянно преследуют местную биоту, убивая иногда до 80% всех ее представителей, снижая биоразнообразие и сжигая атмосферный кислород. Стоит вспомнить хотя бы про пермтриазское вымирание, когда планета лишилась практически 95% океанического населения, либо обратим свой взор на мелполиогеновое вымирание, в котором удачно сгинули практически все группы динозавров, за исключением птиц, почти все млекопитающие и абсолютно все морские рептилии, за исключением полутора видов крокодилов. Но все мы знаем, что суровые времена требуют суровых действий и как минимум закаляют тех, кто смог пережить первые удары катастроф. Так было и 260 миллионов лет назад, так было и 65 миллионов лет назад. Но иногда события поистине катастрофические действуют на жизнь совсем не так, как бы вы на первый взгляд предположили. Иногда происшествия, ломающие тектонические плиты, не только не ломают устоявшиеся экосистемы, но и дают разгон совсем уж экзотическим биологическим дизайном. Вот именно это и произошло 560 миллионов лет назад. И назвали это событие Кембрийским взрывом. Собственно, началось все на самом деле гораздо раньше, но мы начнем не сначала, а пожалуй обозначим определенные особенности этого периода в истории. Важнейшей же особенностью и главным итогом всего этого действия стало появление и развитие скелетной организации животных, в частности появление раковин, хитиновых экзоскелетов и хорды. Это были одни из самых грандиозных аноморфозов за всю историю жизни, ведь именно в то время были заложены основные типы животных, которые населяют сейчас планету, к примеру, хордовые и членстоногие. О причинах и предтечах этих эволюционных скачков мы поговорим чуть далее, но сразу хочется подметить, что разница между вот этим и этим очень уж бросается в глаза, не так ли? Итак, начнем же наконец с начала. В начале, что логично, атмосфера Земли была бескислородна. Позже, с появлением около 3,2 миллиарда лет назад фотосинтезирующих бактерий, большая часть появляющегося кислорода связывалась в воде с железом, серой и растворенным метаном. Кислородной среды практически не было, а аэробные существа жили в кислородных карманах. Примерно к 2,5 миллиардам лет назад кислород начал выходить в атмосферу и связывать метан. Как вам должно быть уже известно, метан является очень сильным агентом, наличие в атмосфере которого очень сильно влияет на прониковый эффект, гораздо сильнее, чем наличие СО2. Связывание атмосферного метана в итоге привело к одному из первых глобальных оледенений в истории планеты – Гуронскому оледенению. Стоит сказать, что в этой катастрофе виноваты не только цианобактерии, но и феномен слабого молодого Солнца, но мы не будем вдаваться в ядерную физику и самоподдерживающиеся термоядерные реакции. При увеличении количества кислорода теперь уже анаэробные бактерии стали жить в анаэробных карманах. Произошло выворачивание биосферы наизнанку. Не стоит забывать об одной уж очень немаловажной вещи – при понижении температуры вода может абсорбировать вдвое больше объем кислорода, увеличивая его удельную концентрацию. Это в свою очередь ведет к упрощению его абсорбции и является косвенным помощником в усложнении организации организма, если, конечно, на то есть причины. Нечто аналогичное произошло и со Землей-Снежком около 700 миллионов лет назад, когда вся планета также полностью была покрыта льдом. Стоит заметить, что к тому моменту основные типы животных уже разделились, как минимум можно было выделить предков современных иглокожих, первично-ротых и вторично-ротых. Но климатические сдвиги этим не заканчиваются. По современным данным, в период, предшествующий к имбрийскому взрыву, часто наблюдается изменение в удельных концентрациях изотопов углерода в отложениях тех времен. Это довольно красиво объясняется выходом метана из метановых кластеров под землей. Как уже было замечено, метан является одним из самых значимых катализаторов глобального потепления. А уж такие значительные изменения ее концентрации, которые отражаются даже в минеральных отложениях, явно сильно отражались и на силе парникового эффекта, что приводило к кратковременным, по геологическим меркам, катастрофическим изменениям климата. Если подвести итог, то наличие все повышающейся концентрации кислорода, постоянное изменение климата, достаточно быстрое по геологическим меркам, а также наличие множества оазисов жизни, разделенных между собой во время оледенения, пособствовало развитию новых, часто более прогрессивных форм жизни, а также появлению новых типов взаимодействий между ними. Например, главным трендом того сезона стало развитие отношений по принципу хищник-жертва. Вообще, стремление сожрать соседа было в эволюционном плане уже не ново, но усердие, с которым эволюция взялась за реализацию, просто поражают. Появление радулы, шипов, челюстей, развитие конечностей, брони, развитие зрения и других органов чувств сопутствующих, развитию также нервной системы, а значит расширению спектра поведенческих реакций, все было сделано буквально за 20-30 миллионов лет. Да, и теорию хищника-жнеца еще никто не отменял, но к моменту, когда все это начало вылезать наружу, можно было просто сказать, что все эти изменения взялись из воздуха. Так откуда же на самом деле? В первую очередь, период между 800 и 600 миллионами лет назад, это период появления первых хокс-генов. Кто же это такие? Это гены, управляющие онтогенезом отдельно взятой особи, что-то типа командиров, указывающих, что именно отсюда и ниоткуда более должна расти нога, а вот тут будет глаз. Чаще всего данные гены запакованы в одной хромосоме, друг за другом в порядке активации от головной части до хвостовой. На сама польза от того, что у тебя есть парочка таких генов, скажем, не сильно-то и большая. Но в целом у геномов есть одна очень серьезная болезнь. Мутации, связанные с дублированием целых участков ДНК. К примеру, у нашего общего предка среди вторичной ротах было 4 хокс-гена, а вот у человека их уже 38. Мне кажется, вы уже поняли, к чему я веду. Мутации позволили расширить количество управляющих формой тела и развитием организма генов, а дублированным генам дать новые назначения. И как видите, дублирование потом происходило еще не раз. Расширение уже видового разнообразия также способствовало появлению на широкой сцене полового размножения, позволявшего комбинировать генотипы двух партнеров. То есть теперь в эволюцию подключилась еще и комбинативная изменчивость. Думаю, не стоит объяснять теперь причину настолько взрывообразной эволюции. В создавшихся условиях, после окончания оледенения, множество эволюционировавших панклавом вокруг вулканов и геотермальных источников существ вринулось заполнять экологические ниши, освобожденные отступающим льдом. Ну а результаты вы до сих пор можете лицезреть в любой книге по зоологии. Что же все-таки такого знаменательного в этом самом взрыве? В конце концов, животные не вышли на сушу, не научились летать, не встали на две ноги и не изобрели Биг Мак. А знаменательность данного события в том, что именно из-за своей уникальности и неповторимости, именно это событие дало возможность потомкам переживших кембрийский взрыв начать как летать, так и умирать от ожирения. Что ж, согласно эволюции, глобальные и фундаментальные изменения организма возможны только в том случае, когда изменения либо не встречают, либо испытывают слабое влияние отбора. Логично, что изменение организма, нацеленное на определенную экологическую нишу, дает этому организму бонус только в том случае, если ниша достаточно мало населена или вообще пуста. Видимо, 550 миллионов лет назад биосфера Земли столкнулась именно с такой ситуацией, когда у множества групп живых существ есть множество приспособлений для преобладания в различных экологических нишах, а сами ниши максимально опустошены ввиду экологических факторов. И именно поэтому всю эдиокарскую биоту ждало вымирание. Они были малоподвижны, не обладали достаточно сложным поведением, были, скорее всего, бесполыми организмами, размножавшимися вегетативно, и обладавшими рядом других характерно архаичных черт. Именно их эволюционная статичность является причиной того, что вся эдиокарская биота в течение 50 миллионов лет полностью сменилась членостоногими, бесчувствыми рыбами, моллюсками и многими другими современно выглядящими формами. Так а был ли взрыв? Ну, на самом деле, это не в полной мере эволюционный прорыв за короткий промежуток времени. Изменения накапливались, генотип менялся, копились новые прогрессивные признаки, хоть и не в выраженном виде, но проблема в том, что в условиях Докембрии они не были нужны и, возможно, никогда бы не пригодились. Но случилось то, что случилось, и это было эпично. Незадолго до начала Кембрийской эпохи завершился раскол древнейшего суперконтинента, состоявшего из большинства современных материков, и дали этому суперконтиненту имя Родиния. Почти сразу же вслед за ним разделившиеся материковые массы начали перегруппироваться, объединяясь в новый суперконтинент Гондвана. На последних стадиях образования Гондваны возник резкий дисбаланс в распределении континентальных масс относительно земной оси. Земной волчок потерял устойчивость. Вращающееся тело наиболее устойчиво, что логично, когда образующие его массы сосредоточены на экваторе или распределены относительно него более или менее равномерно. Между тем Гондвана располагалась слишком близко к полюсу. Постановление устойчивости Земли потребовало быстрого перераспределения континентальных масс, поэтому вся твердая оболочка планеты стала соскальзывать по мантии как единое целое, пока не сместилась на 90 градусов относительно оси вращения. Как показывают данные, материковые плиты Австралии и Америки, находившиеся прежде всего в районе полюсов, совершили этот поворот и перемещение к экватору за какие-нибудь 15 миллионов лет. Срок в геологических масштабах ничтожный, это 3 десятитысячных общего возраста Земли. То был настоящий кувырок всей планеты. Его результатом было то, что ее ось вращения, сохраняя прежнее направление в пространстве, повернулось теперь на 90 градусов относительно твердой оболочки. Вращение земного лолочка снова стало устойчивым. Быстрые изменения акватории океана, вызванные соскальзыванием материков, должны были привести к довольно частым и резким сменам океанических течений. Каждое такое изменение имело глобальный характер. Оно разрушало сложившиеся региональные экосистемы на более мелкие ареалы. В этих мелких ареалах новые формы жизни имели гораздо больше шансов на выживание, чем в больших регионах. Данные говорят, что такие изменения течений происходили чуть ли не каждый миллион лет или около того. За миллион лет эволюция успела отобрать самое лучшее из уцелевшего от последнего цикла и создать новые региональные системы. Но затем этот процесс начинался снова, и так полтора-два десятка раз за время всего катаклизма. Это наилучшие условия для возникновения большого биологического разнообразия, тем более что все это происходило вскоре после появления тех генов, которые управляют главными этапами эмбрионального развития многлечных организмов, то есть хоксгенов. Так что теперь, суммировав всю полученную информацию, можно сказать одно. Череда планетарных катастроф и невероятных совпадений вкупе с неограниченным потенциалом эволюции. Вот секрет кембрийского взрыва. И именно то, что во многом это событие является суммой обстоятельств, мы точно можем утверждать о его уникальности. Потому что после этого планета уже никогда не была ни так пуста, ни так жестока, ни так одинока.